Ничего себе, сколько машин здесь собрал он. Оширлить. А, еще и ментовская тачка. Смотрите, смотрите. Ментам прикурили нормально. Минимум, короче, машин 7 пострадало. Я в шоке вообще. Жесть. В Тюмени и рубрике у наших восточных соседей по жизни. В начале 9 часа утра, то есть за час до рассвета, в том месте, где улица Мельникает и скрещивается с рекой Турой, то есть на мосту, приключился массовый трехэтапный замес, в котором наряду со штатскими болидами пострадал гаишный Форд Фокус. Ага, ментовскую машину типа нули тоже. Тут массово, да, так это. Машина-то нормально пострадала. Капец. На некоторых кадрах, заснятых регистраторами уже засветло, можно насчитать аж 11 ТСов, стоящих на мосту. Но совершенно очевидно, что некоторые стоят не по делу. То есть они в замесе не участвовали. И так бы эта массовая бойня и вошла в криминальные аналы, как ДТП с участием нескольких болидов. Но ясность в эту сумятицу привнесла начальник отделения пропаганды Тюменской областной госавтоинспекции Анжела Борисова, которая все разжевала по полочкам, по этапам. И так, по официальной версии. Началось это коллективное ресталище с того, что на мосту, разделенным отбойником, на полосе в сторону улицы Дружбы, столкнулись, разумеется, попутные Джилли и Тойота. Ну, как будто это был эпизод со старинной китайско-японской вражды. Это был первый этап битвы. И в его рамках здоровьем пострадал один человек. Минут через 10 началась вторая часть марлезонского балета. Хотя, скорее, ба-зимы. В стоячую, уже битую Тойоту, приехал Пежо. На этом этапе битвы еще один человек повредился здоровьем. Понятное дело, что двухэтапное ДТП с участием трех подорожников на мосту побудило экипаж ГАИ на Форде Фокусе примчаться на оформление. ГАИшники включили люстру, огородили место ДТП конусами. В общем, сделали все, чтобы не случился третий этап автобойни. Однако, в светящийся ГАИшный ФО-ФО угораздилось влететь Хонда. При этом, Фокус отбросила настоящую Тойоту, которая пережила уже третий удар за несколько минут. Сообщается, что в этом замесе с участием ГАИшников обошлось без пострадавших. Итак, по итогу, это не ДТП с несколькими ТСами, а это ДТП с пятью подорожниками, один из которых ГАИшный Фокус, и с двумя пострадавшими. Люблю конкретику в новостях.